Это должен был быть большой легкоатлетический манеж на 2000 зрителей. В 1986 году участок площадью 3,5 гектара выделили Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Объект так и не сдали. И на протяжении 35 лет огромная железная конструкция мозолила глаза местным жителям. Буквально через несколько месяцев недострой разберут. На сегодняшний день работает 42 человека. Задействован кран при разборке ферм РДК-25. Кран, автокран 25-тонник и механизм для вывозки. Внутри здания рабочие демонтируют железобетонные колонны и кирпичные перегородки. Но самая сложная – крыша. Подрядчикам предстоит убрать 30 85-метровых железных ферм. Каждая весит 55 тонн. Сняты первые четыре фермы. Их разделяют на семь секций и увозят на подготовленную площадку. Первоначально на месте манежа планировали построить дорогу. Но, по словам Александра Балдакина, окончательное решение еще не принято. Пока конкретное решение не принято, нам надо дождаться, когда все конструкции будут демонтированы. И тогда уже будем принимать решение, что на этом месте можно расположить. Вопрос демонтажа недостроев контролирует и губернатор. Позже Александр Балдакин отчитал с Алексея Русских о начатой работе по телефону. Когда планируете завершить? Планируем завершить, Алексеевич. Немножко сдвинули. До сентября месяца, в связи с тем, что там колонны, вандалы колонны порезали. И чтобы не было обрушения, пришлось сначала наварить, усилить эти колонны. И после этого только иступить демонтаж. Планируем в сентябре месяца завершить. Манишно-Облуково – не единственный недострой, портящий вид города. Пожалуй, в каждом районе найдется несколько подобных объектов. Глава региона поручил градоначальникам тщательно обследовать каждый и обговорить с собственниками судьбу зданий. Либо достраивать, либо под снос. Сделайте реестр таких недостроев. И по каждому такому объекту нам нужна дорожная карта. Что мы делаем? Нам надо навести в городе порядок. Принято, Алексеевич. Я понимаю, что по некоторым придется уходить в долгие суды. Но это обязательно нужно начинать делать. Кроме этого, в разговоре губернатор поручил начать посадку деревьев. В плане администрации – высадка тысячи растений. Этого количества, по мнению Алексея Русских, явно недостаточно для большого города.